Здравствуйте, меня зовут Маргарита Белагай, мне 21 год, я журналист. Я заканчивала Запорожский национальный университет по специальности тележурналистика, работала на телеканале 1.1, Украина и на оригинальном ТВ. Но в какой-то момент поняла, что это не мое, и три года назад пошла учиться на дизайнера. Я такой вечный студент. Я вот сколько лет живу, столько учусь, и не хочу бросать это дело. Понимаю, что прям мне нравится. Это сложно, но получает это кайф и удовольствие. Обожаю путешествовать. Год прожила в Минске, там начала заниматься лучной стрельбой. И 6 месяцев, нужны были деньги, пришлось работать инструктором лучного тира. Да, вот так. А потом поняла в какой-то момент, не знаю, как объяснить, в одно утро проснулась, у меня вот так глаза открылись, поняла, что нужно делать со своей жизнью. Поехала в Краснодар, там я жила все это лето, и начала готовиться к магистрской работе. Вот это все у меня пошло. Пусть я журналист, обожаю литературу, и магистрская моя была как раз связана с этой специальностью. Вот я писала про литературу для молодежи, для подростков, вот это все такое драйвовое, классное. Познакомилась ближе с такими жанрами, как графическая новелла, комиксы, восхитилась. Увидела одну героиню, и просто она меня покорила, она меня зацепила. Зацепила она меня настолько, что я захотела ее сыграть, и пошла заниматься тем же, чем занимается эта героиня. И вот уже год я занимаюсь кэндо. Это современное японское боевое искусство. Да, это фехтование на бамбуковых мячах. Это очень хорошо помогает освободить голову от лишних мыслей, от всего того, что мне не нужно. Потому что работа, учеба, вот это все наваливается одномоментно. И это настолько освобождает разум от всего. Просто так раз, все, и я вот в моменте, я в деле, и я это делаю, и я творю. И еще, конечно, очень хорошо помогает работать с зажимами. Потому что у меня всегда были такие, что я комплексую, мне там что-то сказали в универе, что-то со мной не так, там что-то с детства осталось. Понимаешь, что нужно это работать, потому что я хочу быть лучше, я хочу стать лучшей версией себя. И сейчас я на пути к этому. И вот именно это боевое искусство очень хорошо помогает, потому что там по специфике перед каждым ударом и после каждого удара нужно кричать. И я не могла, мне было вот это так сложно, так непонятно. И потом, когда мастер говорит, ну вот давай, скажи мне что-то, ну вот прямо начинает меня выводить на эмоции, я вот выдала. И очень хорошо получается оценивать соперника, который стоит напротив. Пусть мы там все в шлемах, да, и очень как-то сложно понимать, что происходит вокруг. То есть нет вот этого обзора, я вижу только то, что он спереди вот самого человека. Но это очень хорошо помогает понимать, с каким настроем он приходит туда. Кто-то кричит, типа, кия, прям вот так, и сразу такой готов. А кто-то очень так остро, режуще, прям вот больно в голову. Но всегда нужно понимать, что после каждого удара когда-то будут бить меня или моего противника. Вот. И с этим тоже нужно быть очень-очень осторожным. Ну это такая, человеческая психология. Вот. Обожаю мотоциклы. Это все пошло от моего отца. У него своя коллекция байков, мотоциклов, скутеров. Вот это все у нас весь гараж заставлен. Просто как-то вот с машинами у нас не сложилось в семье. У меня тоже. Но это такая уже далекая личная история. А вот скутером этот цикл, да, вожу. Ну прав нет, но вожу свободно, вообще не страшно. И вот этот драйв, вот эти эмоции, которые получаю, они дают, жажду для жизни. Они делают меня. И это самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.